Дорогие друзья, кисть в арбузнике это самое-самое-самое главное. Как ее тренировать, я сейчас постараюсь вам показать. Показать вам на примерах не только того, как я делаю, но еще объясню, как делают многие талантливые спортсмены. Итак, перед нами снаряжение всем известное, это гантель. В чем преимущество обыкновенной гантели, которые находятся на вашем тренажерном зале, от этой. Дело в том, что эта гантель, прежде всего, выполнена таким образом, что ручка расставлена несколько шире, чем обыкновенная гантель. То есть, где-то здесь у нас 14 сантиметров. Это протоки первой нашей гантели, которую мы еще доделали 8 лет тому назад. И есть возможность наложить большое количество железа. Прежде всего, эта ручка, это 42 миллиметра. Такую ручку, как правило, приезжая к нам в гости, работал Рустам Бабаев. Он не хотел брать толщие ручки, которые тоже есть в нашем зале. Хотел работать только исключительно такой. Его задачей была цель крепить прежде всего кисть. То, что будем сейчас, в данный момент делать. Итак, правильность выполнения этого упражнения. Каким образом можно выполнять это упражнение? Как правило, многие спортсмены делают это в позиции согнутых ног, коленях. Укладывают руку таким образом, чтобы на внутреннюю часть бедра положить предплечье. И выполнять упражнение до такого момента, чтобы кисть не сгибалась вот таким образом. А вот от этого положения. В отдельных случаях с маленьким отягощением, можно это сделать, сидя на скамье и кисть прорабатывая таким образом, что делаешь полное разгибание и сгибание кисти. Повторяю, это небольшим отягощением, которое можно выполнить, ну, скажем так, 15-20 раз. Все-таки, если мы входим на тяжелые веса, нам нужно делать это с несотогнутой кистью. Какая закономерность? Пропорция между силой кисти и бицепсом, это очень важный параметр, который должен каждый спортсмен знать. Прежде всего, наше все движение начинается с пальца из кисти. То есть, как бы ни боролись, верхом, крюк или вбок, начинает свою работу прежде всего кисть. И что самое главное? Кисть в процентном соотношении до бицепса должна быть сильнее приблизительно в 25-30%. Это хорошая пропорция. В худшем случае 10-15%. То есть, если вы берете на бицепс, скажем так, 60 килограммов, на кисть вы должны брать минимум 75-80 килограммов. В противном случае, если у вас будет кисть слабее от бицепса, ваша борьба будет выглядеть таким образом. Ready, go! И вы уже в позиции пройдущей. Если ваша кисть будет сильнее, скажем, на 35-40% от бицепса, то ваша борьба при слабом бицепсе будет выглядеть таким образом. Ready, go! То есть, пропорция, сила, техника, это гармония, которая должна быть в кисти, прямо пропорционально связана с предплечьем, то есть бицепсом, связкой и тому подобное. Продолжение следует...